Всем привет с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм и сегодня мы играем в криминалочку на серии Родина ролеплей центральный округ. Мы у них здесь Кирилл под булови, не забывайте выводить мы у них при регистрации и так сегодня у нас будет новая серийка в принципе сегодня будет такой подробный тест драйв вот этой машины это военный тигр хотя в карпасе написано что это типа хаммер h1 но блять какой из него хаммер h1 это не хаммер если что так думаю начнем с того откуда вообще у меня эта машина как бы мне ее подрил подписчик мы с ним обменялись кто не помнит у меня была такая хотель машина и она была в полном тюнинге и там вложено в него было около двух миллионов и я обменялся на вот этот аппарат короче на вот эту машину это у нас военный тигр по-моему военный же такая самая машина как бы вроде бы как поэтому вот такие вот делишки в принципе да ну мне она очень нравится на самом деле я вот не знаю меняться с чуваком или нет потому что мне человек предложил типа меняться на дюну дюна это камаз раллийный как бы и блин я хз он как бы дороже типа камаз тут раллийный вроде бы как но все равно блин эта тачка тоже очень даже хорошая давайте я думаю сядем за руль уже потому что сейчас бензо кончится блять и все то если машину заглушить в этом фары включить нельзя к сожалению так все вот мы сели здесь ходить сети травлика но подпись горюшки по я могу снять гидравлику если хочешь я не захотел ее снимать потому что не за мне нравится гидравлика не понимаю людей которые эти повод дерьмо понятное дело что если вы посадите гидравлику там на м5 на бугатте это будет дерьмо а вот на таких машинах гидравлика она вполне себе оправдана как бы и в этом ничего нету что здесь сидит гидравлика это довольно таки нормально на сбе заканчивается на самом деле так у вас нет канистры замечательно сейчас придется ехать за канистрой чтобы заправить нашу тачку где вот такой марс я бы себе хотел напишите сколько он стоит на странном округе за сколько вы вообще можно купить потому что тачка реально мне очень нравится но тем временем я бегу к дому чтобы взять другую машину и купить бензина потому что мой хаммер так сказать ну тигр военный заглох там далеко и мне пришлось короче бежать до дома за другой машины кстати я снимал там подобное видео но то было тестирование этой машины тигра этого я там по полям ездил ну не по полям а по этим по речка там и так далее короче ездил проверял его на проходимость а в этот раз будет подробный обзор если что поэтому не путайте сейчас бы бомбе 90 вторым заправлять не такое тоже заправлю бомбе чтобы тоже без не закончился возможно потому что блин я что-то редко свою машину вообще заправляют так давайте развернемся аккуратненько блин зачем здесь лежачий ставить пожилая зона или чё так все теперь едем к нашим машине который нам нужно заправить при ну блин хаммер хаммер блин просто на подписан хаммер и мне что постоянно хаммер хочет сказать военный тигр блин довольно таки хорошая машина мне по проходимости очень понравилось тяга хорошую у нее тоже в принципе насчет дюны я вот не знаю блин стоит ли меняться не стоит как бы дюна понятное дело тоже валкая будет какие-то машины эта машина тоже очень валкая но если есть по бездорожью то в принципе я думаю особо проблем не будет хрен знает так открываем fill card пишем так заправил а у меня автолог же на ней стоит вроде бы как так давайте я вам покажу как раз комплектацию в принципе этой машины пишем cars так припарковать и чистить список так комплектация автомобиля вот короче full-tuning вроде бы как честно я не проверял но вроде бы как full-tuning как бы слики вроде бы все именно по фуллу все стыд все что можно как бы по-моему кроме стробоскопов они стробоскопы тоже ездят или нет или есть надо есть стробоскопа даже есть стробоскопы пацаны так а по пробегу там так где там информация о машине так штрафов нету налога двести пробег тысяч километров до принципе это немного состояние авто хорошее в принципе номера рюш 3366 нормально таки номера тоже прикольная как бы да давайте покажем ее максималку в принципе сколько она едет я вроде 200 разгонял хотя можете а вру может весеный не поедет так 95 97 200 202 207 209 209 209 максималка у нее принуду для такой махины это очень даже хорошо пацаны 209 километров в час это довольно-таки круто блин ты такой машины да есть гидравлика в принципе есть стробоскопы как бы да я думаю это в принципе нормально какая машина блин боевая конечно боевая стробоскопы и гидравлика есть полный тюнинг в принципе а вот дюна блин если дюна в стоке то я не наверно не буду меняться потому что тюнить ее это минус лям потом не знаю продам или кому-то или нет кстати стоп я по-моему видел это дюну продавал дюна дюна кто-то продавал за 7 и 5 я видел 4 так 6 ты видел дюна за 75 продавал короче так он чувак алекс бокс достиг нового уровня есть конечно косяк в том что увидите мотора у этой машины нету вон если присмотреться то его там нету это я не знаю сделано для того чтобы бот пак меньше весил либо чтобы моделька не лагала я честно я не знаю для чего это сделано но принципе прикольно это четырехместных машин то есть люди там могут еще назад сесть как бы да я думаю это все понятно проходимости вот в принципе смотрите вот так он спокойно вообще проезжает давайте за заправочке доедем полностью его заправим так все я короче заправил его ну блин вывод такой что машин довольно таки хорошее я вам советую бы убрать из нее за звуки вк я забыл выключить в принципе машина хорошая советую всем ее брать напишите реальную цену и в комментариях пожалуйста всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал ну и всем пока пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok